привет всем добрый вечер как и обещала начинаю свой прямой эфир сейчас я постараюсь такси чтобы красивый был фон сзади ну ладно нормальный серый фон не знаю пока видят ли меня кто-то и слышит почему-то даже не вижу чтобы что-то тут у меня записывалась ну ладно видит ли меня кто-то и слышит ли меня поставьте пожалуйста ага вот вижу вижу кто-то видит все прекрасно а то я волновалась не знала видно меня слышно если можно лайки там кимить плюсики поставьте чтобы я знала точно что вы меня видите и слышите прекрасно вижу людей которые подсоединяются и слушают вообще замечательно значит сегодня у нас продолжение эфира который был в прошлой пятнице кто его еще не посмотрел посмотрите потом там на страничке у меня снизу есть ага благодарю вот значит сегодня как обещала я дам несколько упражнений то есть прошлый раз у нас было что-то вроде теории сейчас будут упражнения и эти упражнения в общем то будем делать вместе с вами прямо так скажем в прямом эфире вот вижу присоединилась моя дорогая подруга гейл хай гейл англии гладьте сихи и мсорием он стекен брашен мэйбе next time will be in english так все вернулись к русскому языку значит у меня сегодня такой немножко сжатый временной отрезок у меня только полчаса чтобы с вами пообщаться поэтому упражнений достаточно много но делать их относительно легко вам нужно будет просто иногда что-то записывать возьмите бумагу ручку что вы могли это сделать и ну если не успеете что-то сейчас со мной проработать что просто потом это видео останется на моей страничке вы вы можете скачать можете посмотреть в записи останавливать и не спеша уже потом прорабатывать и делать все эти упражнения в свободное ваше время и сегодня у нас тема как перестать себя недооценивать конечно это в первую очередь касается людей которые занимаются частной практикой те кто оказывают услуги те кто работают сами на себя те кто являются предпринимателями но на самом деле конечно эти же советы полезны всем кто где-либо работает и хочет зарабатывать больше что значит я себя недооцениваю но в первую очередь действительно когда я чувствую что я мог бы зарабатывать больше что я ставлю слишком низкие расценки что я предоставляю слишком большую ценность и взамен ну нету такой же ценности которую я бы хотел вот и также это может быть чувство того что мне просто денег не хватает может быть вроде бы хватает на базовые потребности но не хватает на что-то большее на какие-то удовольствия или может быть просто постоянно не хватает да то есть конечно ну по теме денег огромное количество курсов и тренингов но то что я поняла уже для себя что еще одни упражнения еще одни какие-то инсайты лишними никогда не бывают потому что тему денег можно прорабатывать снова и снова нам всегда хочется больше сколько бы у нас их не было поэтому я не знаю кому хочется больше денег ставьте лайки или там сердечки и чтобы я видела что вам эта тема вообще актуальна и что вы в нужное месте в нужное время а то сейчас это самое подумаю что мой эфир никому не нужен и ладно я шучу хорошо значит давайте вспомним о чем мы говорили в прошлый раз еще раз напомню это в общем-то пункты пять пунктов пятишаговая система из книги которую написала барбара станни или стэнни в общем-то книга называется over coming under charging кто знает по-английски или так скажем пять шагов ну к достойному доходу вот и вот я напомню эти пять шагов сегодня по каждому шагу будем делать упражнения вижу лайки вижу смайлики полетели о слушайте кто-то их много мне обалдеть я поняла тут видно с какой-то задержкой все это происходит поэтому смайлики до меня долетает чуть-чуть попозже хорошо значит первый пункт как вы помните был начать говорить себе правду начать трезво смотреть на мою ситуацию с деньгами как она сейчас не надо здесь себя осуждать обвиняете или критиковать и и говорить боже какая же я глупая почему я все время совершаю одни и те же ошибки наша задача просто их осознать и дальше что-то предпринимать чтобы это изменить тут очень много можно конечно копаться здесь я всегда даю домашнее задание и вас она тоже касается надеюсь вы вы сделаете или уже сделали это узнать семейную историю что было в нашей семье связанного с деньгами как относились к деньгам мои родители мои предки какие были истории связанные там с раскулачиванием например да с тем что были деньги потом все потеряли или с тем что мы жили в бедности после войны многих семьях такая была история или с тем что например мы там куда-то вложили купили какие-то там ценные бумаги или что-то еще и потом прогорели да то есть поговорите с вашими родителями если есть возможность если есть возможность узнать о что было у бабушек прадедушек там и так далее да эта история намного и откроет вам глаза объяснит очень многие ваши повторяющиеся мотивы сюжеты это ваше домашнее задание а прямо сейчас я вам дам такой небольшой опросник и вы просто для себя помечайте те пункты которые вас касаются и это будут те области или те зоны на которые вам нужно обратить внимание то есть это не не значит что надо пойти там да и себя обругать после этого ни в коем случае просто это те пункты которые возможно вы избегаете да то есть когда мы не говорим себе всю правду это значит что мы избегаем какие-то вопросы мы избегаем какие-то темы мы не хотим туда с них не хотим туда смотреть о господи что с моим русским да вот пришло время посмотреть туда куда мы смотреть не хотим и я сейчас вам буду зачитывать эти пункты просто опять же для себя помечайте не цифрами а именно фразами записывайте то что вам отзывается значит пункт номер один глубоко в душе я верю что кто-то или что-то меня спасет если вас это касается записывайте себя дальше пункт номер два кто-то другой решает все мои финансовые вопросы такое бывает такое случается особенно у женщин если это про вас тоже себе записывайте я редко знаю свой финансовый баланс речь идет о том да я редко знаю сколько всего там я заработал сколько всего потратил какой у меня баланс пози положительный или отрицательный да то есть вот такой пункт 4 я забываю учитывать все свои расходы собирать чеки да вот вообще вести учет вот этих всех своих затрат 5 я не знаю общую сумму своих долгов для меня это честно говоря был удивительный пункт потому что у меня долга в принципе нету но наверное у кого-то это есть 6 кредиторы постоянно мне звонят это совсем ужасная история уже до пункт 7 у меня нету сберегательного счета ну речь идет про счет на котором вы просто накапливаете какую-то сумму денег да 8 я часто беру в долг до зарплаты ну или там до получки до какого-то там до прихода денег пункт номер 9 моих сбережений хватит меньше чем на два месяца ну повседневных расходов жизненных моих сбережений до того что у меня отложено пункт номер 10 я постоянно трачу больше чем зарабатываю 11 если я потеряю работу у меня будут проблемы с оплатой счетов следующем месяце да то есть вот ну новые добавляются участники просто еще раз напомню что я зачитываю пункты а вы просто себе помечайте те из них которые вам как-то отзываются те как вот где у вас есть проблемы потому что наша задача сейчас честно посмотреть на то что у нас сейчас в нашей ну как бы финансовой ситуации жизненной дальше 12 пункт я не знаю стоимость всего моего состояния здесь мы говорим про все имущество которое у вас есть ценное 13 я часто покупаю подарки близким или даю им деньги по поводу и без повода такое тоже бывает чаще всего за этим кроется желание заслужить их любовь 14 я часто совершаю импульсивные ненужные покупки если вам это знакомо записывайте 15 я много волнуюсь о деньгах 16 сколько я не зарабатываю все равно не хватает ну тут все равно не хватает у каждого свое представление да на что вам там не хватает но все же 17 я не могу вовремя оплачивать аренду или кредит за жилье 18 я беру в долг чтобы отдать старые долги оказаться есть и такие товарищи и 19 мне не хватает на хорошую заботу о себе но здесь имеется ввиду медицина там какие-то там другие расходы на свою красоту на здоровое хорошее питание там да на какие-то другие вещи вот все эти пункты я прочитала для того чтобы вы могли отметить да где у вас проблемы и возможно уже сейчас вы уже можете какие-то начать делать выводы сразу тогда перехожу к следующему упражнению да то есть я говорила о том что правда про деньги это не только то как мы сами с деньгами обращаемся что мы делаем но еще и на уровне наших эмоций наших убеждений на уровне того что у нас внутри да и может быть где-то это зашито очень глубоко или что-то уже вот-вот на поверхности готова всплыть для того чтобы мы могли чуть чуть больше раскрыть вот эти наши внутренние какие-то блоки и страхи я сейчас предлагаю вам записать очень кратенько ответ на каждый из но это не вопросы а скорее продолжение каждой фразы которую я вам сейчас буду читать не думайте долго вам просто некогда долго думать поэтому просто быстро записывайте первое одно-два слово которое приходит вам в голову если готовы если взяли ручки готовы писать я начинаю можете мысленно да кстати если писать вам не на чем просто можете мысленно сейчас давать эти ответы итак первая фраза мой самый большой страх про деньги это какой у вас самый большой страх про деньги или связанный с деньгами прям самый большой страх да не какой-то а бы какой самый большой страх дальше вторая фраза мой отец думал и чувствовал что деньги это что думал про деньги мой отец ну если вы не знаете там отца своего да по какой-то причине нету с ним связи то хотя бы предположите может быть да из того что вы о нем знаете что думал и чувствовал про деньги ваш отец так елена но запись должна остаться у меня на страничке а еще у кого-то зависает или только у елена мне просто интересно потому что у меня ну ничего как бы не показывается да то есть если все хорошо то ставьте лайки может быть да если у вас все хорошо в порядке вообще конечно печально что зависает да это дальше третья фраза в любом случае я буду продолжать до в записи посмотрите моя мама думала и чувствовала что деньги это ага у они отлично ну хорошо значит елена ну значит все все будет записи посмотрите значит третья фраза еще раз моя мама думала и чувствовала что деньги это какое было в отношении вашей мамы к деньгам четвертая фраза в моей семье деньги стали причиной в моей семье деньги стали причиной здесь мы вспоминаем какие-то скажем так негативные ситуации те которые ну вот действительно могли наложить свой отпечаток например у меня в семье точно была история когда мы его прадеда раскулачили это стало причиной и его гибели и на самом деле последующей бедности но его детей и его семьи пятая фраза мои ранние мои самые ранние воспоминания про деньги это самое раннее воспоминание про деньги ваши какое было я вспоминала я вспомнила когда у нас после развала советского союза только начали продавать жвачки в ларьках я помню что я подошла к маме ждал ее целый день там возле подъезда пока она вернется с работы в таком нетерпении подошла и гремом дай мне денег пожалуйста очень жвачку хочу купить мама сказала что это за глупость что за гадость и нет я тебе денег не дам очень позитивные воспоминания но все же надеюсь у вас были другие шестая фраза для меня деньги это здесь может быть несколько ответов да для меня деньги это что такое для вас деньги что они вам символизируют седьмая интересная очень фраза я боюсь я боюсь что если у меня станет больше денег то я продолжите эту фразу если у меня станет больше денег я боюсь что я и здесь запишите либо таким я стану либо то что я начну чувствовать либо то опять же что я начну делать на если у меня станет больше денег я боюсь чего я боюсь до в отношении того что у меня станет больше денег восемь чтобы у меня стало больше денег я должна или я должен что я должен да вот эти наши ограничения внутренние вот сейчас они начинают вылазить чтобы у меня стало больше денег что я должен сделать кем я должен стать опять же да дальше девятая фраза когда у меня есть деньги я обычно если не боишься представь что у тебя станет огромная куча ща денег прям миллионы миллиардов что тогда тоже не страшно нет если не боишься это очень здорово здесь мы прорабатываем наши негативные какие-то ограничивающие убеждения поэтому если их где-то нет это прекрасно это очень здорово дальше так значит 9 до когда у меня есть деньги я обычно деньги есть я обычно что делаю куда хожу как себя чувствую да дальше если бы я мог себе позволить что я бы года вот чтобы если бы я мог себе позволить чтоб тогда было чтобы я тогда одиннадцатая фраза люди с деньгами и мы продолжаем какие они да люди у которых много денег они какие чё с ними там да то есть мы здесь записываем старайтесь здесь прислушаться почувствовать какие-то именно ограничивающие убеждения если у вас только положительные мысли на этот счет это это как бы здорово да то есть ну тогда их записывать даже не нужно но если вдруг вы вылавливаете какую-то такую не очень полезную мыслишку тогда ее записывайте ну и последнее если бы а стоп наоборот у меня было бы больше денег если бы вот так звучит последняя фраза у меня было бы больше денег если бы да и вот тут мы начинаем скорее всего думать про какие-то обстоятельства которые сложились или не сложились или могли бы сложиться да если бы только да в моей жизни вот тогда у меня было бы больше денег хорошо записали если есть возможность у вас печатать в комментариях мне пришлите ваши какие-то уже сейчас первые мысли выводы и вот по первому вот этому упражнению значит что мы с вами сделали мы с вами проработали чуть-чуть первый пункт о том как важно говорить себе правду и быть самим собой честным по поводу своих денег и финансов мы с вами сделали такую небольшую анкету опросник 19 пунктов да где у меня могут быть проблемы с деньгами и мы с вами попробовали поискать наши ограничивающие убеждения очевидно это конечно не полный список вот но уже какие-то выводы можно сделать и у вас домашнее задание узнать вашу семейную историю связанные с деньгами с финансами со всяческими ценностями вот это первый пункт я сразу же двигаюсь дальше потому что время и как я уже говорила в записи потом если что посмотрите готовы если готовы двигаться там мне что-нибудь там напишите в комментариях потому что я уже сама не знаю там связь есть или нет немножко знаете вот не очень понятно как-то когда вебинар проводишь то видно есть связь или нету а вот когда эти живые эфиры что-то не очень спасибо да вот это полезно дальше пункт номер два примите решение примите решение зарабатывать деньги прямо сейчас пришло время зарабатывать деньги повторите себе сейчас мысленно эту фразу три раза пришло мое время зарабатывать деньги мысленно произнесите эту фразу себе и дальше когда вы это сделали делаем хороший глубокий вдох и выдох и записываем страшную цифру до конца 2017 года я заработаю напишите здесь ту цифру которая для вас является немножко вызовом не та которая скорее всего очевидно точно будет а та которая немножко больше чем вы привыкли которая немножко выводит вас из зоны комфорта до конца 2017 года я заработаю кому проще в годах считать напишите до мая 2018 да то есть за год как бы то есть выбирайте да когда вы это число написали сразу же почувствуйте какие чувства эмоции у вас возникают на этот счет есть продолжение этого упражнения если у вас много смелости то какому-то доверенному человеку своему близкому другу который вас поддерживает расскажите про эту цель сколько денег вы хотите заработать это такой вообще выход из зоны комфорта до для многих попробуйте почувствовать нет ли у вас какого-то внутри сейчас сопротивления по поводу этой суммы и по поводу вообще самого решения зарабатывать деньги я вам сейчас прочитаю 12 признаков того что у вас сопротивление присутствует какие это признаки во первых кстати вообще сопротивление это нормальная часть процесса да когда мы начинаем действовать чуть чуть больше прикладывать усилий какую-то инициативу проявлять всегда включается сила противодействия это всегда это закон природы на каждую силу действия сила противодействия да и особенно сильно наше сопротивление в начале пути когда мы только начинаем и также она очень сильно перед самым концом когда мы уже вот-вот свои цели достигли то есть вот Вот этот такой момент плато, момент застревания, интервал, как еще Александр Бельцер его называет. Вот этот момент наступает либо в самом начале, и также он может быть перед самым завершением, когда мы уже вот-вот-вот-вот пришли туда, куда хотим. Сопротивление неизбежно, надо про это знать, просто быть к нему готовым и уметь его отслеживать, как-то с ним работать. Как выглядит наше сопротивление? Здесь могут быть 12 признаков, может быть, вам что-то сейчас будет знакомо. Первый признак – я типа слишком занят, типа я так занят, у меня совсем нет времени тут что-то еще дополнительно предпринимать. Второй признак сопротивления – это так называемая прокрастинация, вот это вот чувство, что, а, сделаю потом, сделаю попозже, как-нибудь, завтра, может быть, да, или на следующей неделе. Третье – это страх, ведущий к бездействию. Я просто боюсь делать что-то, и поэтому не делаю вообще ничего. Четыре похожие – я откладываю принятие этого решения. Вот сейчас, может быть, кто-то из вас смотрит это видео и думает, не буду я сейчас писать, сколько денег я хочу заработать в конце 2017-го. Я потом как-нибудь подумаю, посижу, соберусь с чувствами и напишу. Вот это уже тоже сопротивление сразу же. Пятый пункт – вы теряете интерес. Появляется ощущение, что, ой, это не мое, это не для меня, как-нибудь, опять же, там, может быть, что-то другое. Очень часто я вижу это сопротивление. Даже вот у нас 24 мая стартует курс «Прибыльная частная практика» за 90 дней, и я провожу очень много консультаций и собеседований перед этим курсом. Очень часто люди говорят о том, что они не могут определиться, не могут сделать выбор, чем же им заниматься. И часто начинают заниматься чем-то, им становится сразу же сложно, возникает сопротивление, да, и они бросают, они начинают думать, нет, это дело не для меня, у меня ничего не получится, да, то есть, в принципе, одна из задач нашего курса, вы так с Ольгой уже поняли, это просто людей попинать хорошенько, чтобы они преодолели вот эту инерцию и сопротивление на начальном этапе и потерю интереса. Дальше, шестой признак сопротивления, вы становитесь забывчивы, седьмой, вы становитесь неорганизованы, да, вы не можете делать по плану, вы забываете какие-то важные дела, документы, вещи, вы забыли, куда вы что положили, да, то есть, вот такое. Восьмой пункт, вы как вообще в тумане, вы куда-то улетаете, то есть, что ты сейчас говорил, повтори, да, то есть, вот я смотрю видео в пятый раз и никак не могу понять вообще, что тут происходит, такое состояние. Девятый пункт, вы парализованы, вы вообще просто ничего не можете делать, ну, максимум лежать на диване и там жевать бутерброд, да. Десятый, у вас очень много причин, почему вы не делаете отговорок, всяких там каких-то, да, там, ну, вот куча всего, мозг очень хорошо работает. Одиннадцатый пункт, вы нетерпеливы, вам кажется, что это все слишком долго, что-то очень долго все происходит, надо долго ждать, хочу быстрее. И двенадцатый пункт такой не очень очевидный, это то, когда мы проецируем свои вот эти страхи и сомнения на других людей и они начинают нам это возвращать, а мы к этому прислушиваемся. Эти люди называются скептики, это те люди, которые нам говорят, у тебя не получится, ты не сможешь, это вообще невозможно, да куда ты полез, это вообще не твое, да. И мы можем выбрать, да, мы их хотим слушать или мы их не хотим слушать. Вот если мы к ним прислушиваемся, начинаем верить тому, что они нам говорят, это тоже один из признаков нашего сопротивления. Что-то у вас там это уже отзывается из того, что я прочитала, есть у вас какие-то свои признаки сопротивления, если есть, может быть, тоже как-то отреагируйте чуть-чуть. В любом случае, всегда, даже потом, когда будете в записи смотреть, мне очень интересно ваши комментарии читать, поэтому если у вас какие-то мысли появляются во время просмотра, вы их мне, пожалуйста, пишите. Для меня это тоже очень ценная обратная связь и не только для меня, на самом деле для всех, кто это видео смотрит, очень полезно читать ваши мысли и комментарии, такой взаимный процесс происходит обучения. Что важно знать? Что в глубине каждого сопротивления есть какой-то страх, а в глубине каждого страха кроется какое-то убеждение. Это то убеждение, которое мы приняли очень-очень давно, в самом раннем возрасте, неосознанно. Как правило, это убеждение не имеет никакой связи с реальностью, но оно продолжает жить у нас внутри, оно продолжает действовать на нас и влиять на нашу жизнь и вызывать наши страхи. Поэтому, чтобы справиться со своим сопротивлением, вам нужно поменять и переписать это решение, принятое в детстве. И я вам сейчас, кто меня слушает, прочитаю небольшую визуализацию, которая вам поможет немножечко больше, может быть, понять корни этого сопротивления, понять, какие решения вы когда-то в детстве приняли и сделали. Визуализация делается... Ага, ага. О, я вижу, да, отзывается. Хорошо. Для того, чтобы эту визуализацию вы могли, так сказать, ну, хорошо воспринять и сделать, постарайтесь сейчас максимально удобно сесть, чтобы вы могли расслабиться, чтобы вы могли закрыть глаза. Это будет буквально там, ну, минут пять где-то, может, чуть больше. Лучше. Опять же, если вы смотрите это на видео, то лучше, если нет возможности сейчас эту визуализацию послушать, подождите, когда у вас будет возможность спокойно сесть, как я уже говорила, расслабиться, закрыть глаза, и чтобы вам никто не мешал, чтобы вас никто не отвлекал. Хорошо. Я надеюсь, что вы готовы, что вы уже уселись, значит, наш корабль отправляется, да, от берега. Сядьте поудобнее и почувствуйте, как ваше тело начинает расслабляться. Хорошо. Закройте глаза. Начните глубоко дышать. Начните чувствовать, как вместе с каждым выдохом вы расслабляетесь еще больше. И на каждом вдохе вы чувствуете такой, скажем, немного прохладный воздух, а на выдохе он становится теплым. Чувствуйте, как вы расслабляетесь. Попробуйте отпустить мысли, которые сейчас у вас в голове. Или пусть они просто свободно проходят мимо вас, и вы их отпускаете. Дыхание становится более глубоким. Внутри становится тише. И сейчас я вас попрошу мысленно отвечать себе на некоторые вопросы. И вы можете полностью доверять вашему бессознательному, что оно запомнит все ответы, которые вы сейчас будете себе давать. И первый вопрос. Как много на самом деле я хотел бы иметь денег? Может быть, за месяц, может быть, за год, а может быть, вообще. Сколько денег я хотел бы иметь? Просто мысленно себе позвольте дать какой-то ответ. Следующий вопрос. А почему я хочу именно столько? Пусть ответы сами собой всплывают у вас в голове. Почему я хочу именно столько денег? И когда у вас уже есть ответы, мы переходим к следующему вопросу. А почему я могу не хотеть иметь столько денег? Почему я могу этого не хотеть? Просто продолжайте глубоко дышать, с закрытыми глазами. И пусть эти ответы сами к вам приходят. И дальше мы будем представлять, как будто вы разговариваете с разными частями себя, со своими внутренними частями. И сейчас представьте, что вы разговариваете с самим собой, когда вы были ребенком. Скажите своему ребенку, сколько вы хотите денег и почему вы хотите этих денег. И спросите, что она или он об этом думает. Пусть ваш внутренний ребенок вам скажет, что он думает об этом, об этих деньгах, об этой сумме. Может, у него есть какие-то реакции, сомнения, советы. Пустите, ответы сами придут к вам. И когда вы готовы, поблагодарите своего ребенка. Представьте, как вы начинаете от него удаляться. И постепенно вы встречаетесь с самим собой уже в возрасте подростка. Может быть, вам лет 13, 14, может быть, 15. Вспомните, как выглядели в эти годы. Какая была прическа у вас тогда. И также расскажите самому себе в подростковом возрасте о том, сколько вы хотите денег, почему вы их хотите. И пусть ваш подросток вам расскажет, что он об этом думает. Какие у него мысли, чувства. Какие у него есть сомнения, советы на этот счет. Опять же, пусть эти ответы сами с собой приходят к вам в голову. И когда вы закончили, поблагодарите себя в подростковом возрасте. Попрощайтесь. И мы сейчас двигаемся дальше. И сейчас вы встречаетесь со своим внутренним критиком, или со своим строгим внутренним родителем, или со своим негативным эго. Расскажите ему про свою мечту. Сколько вы хотите зарабатывать, почему, что вы хотите иметь в своей жизни. И пусть он вам тоже скажет, что он об этом думает. Может, захочет дать вам какой-то совет. Может быть, предостеречь от чего-то. Пусть эти ответы сами приходят к вам без усилий. Не надо их придумывать. И когда вы услышали все, что сказал вам ваш внутренний критик, поблагодарите его, и мы отправляемся дальше. И здесь вы можете встретиться с самим собой в будущем. Например, лет через пять. Расскажите будущему себе. О том, что вы хотите. О своей мечте. И услышьте, что будущее Я вам скажет. Пусть эти ответы сами собой появляются у вас внутри. И когда будете готовы, сделайте хороший глубокий вдох. И на выдохе откройте глаза. И сейчас, если вы слушали всю эту визуализацию целиком, можете очень быстренько записать все... Вы можете очень быстренько записать все ответы, которые вам пришли в голову. Я буквально на полминуточки отлучусь. Сейчас вернусь. Никуда не уходите. Так, это снова я. Спасибо, что вы остались здесь со мной. Хорошо, у нас остался последний кусочек. Сейчас я вам расскажу шаги 3, 4 и 5. И скажу, что нужно сделать по каждому из этих шагов. Как вам, кстати, вообще визуализация? У кого получилось? Кому удалось пообщаться со всеми частями себя, тоже напишите мне комментарий какой-нибудь или поставьте лайки. Третий шаг. То есть я еще раз напомню первые два. Это было начать говорить себе правду про свое текущее финансовое положение. Второй. Принять решение все-таки заработать те деньги, которые вы хотите. Шаг номер 3. Выйти из зоны комфорта. И здесь у вас будет тоже, можно сказать, домашнее задание. Начните писать список того, что вас держит. Анжела, спасибо за комментарий. Здорово. Начните писать и дополнять, и каждый день дописывать в этот список, что вас держит, что вот как-то вам не дает двигаться. И, соответственно, это то, что вы, скорее всего, хотели бы отпустить. Если вас держат какие-то страхи, возможно, пришло время их отпустить. Видите, Андрей, обалдеть. Вот уж кого не ожидала увидеть. Очень приятно. Ну, раз ты в будущем молчун, возможно, у вас какая-то просто была интуитивная телепатическая связь, и этот ответ к тебе придет, может быть, во сне или в какой-то другой момент, может быть, не прямо сейчас. Но я очень рада, на самом деле, тебя здесь видеть, честно. Слушайте, классно. Прямые эфиры позволяют общаться с людьми, с которыми очень давно не общался. Это здорово. Значит, задание по третьему пункту. Начните писать все, что вас держит, все, что вы боялись сделать, или все, что вы боитесь чувствовать, или та компания, то общество, которое вас, опять же, как-то тянет вниз. И все это просто начните потихоньку отпускать. Кстати, совсем недавно с одной из моих коуч-клиентов мы сделали такой список. Она его писала и старалась тут же вычеркивать эти пункты из своей жизни. На следующую сессию пришел совершенно другой человек. Сияющие глаза, абсолютная уверенность в себе, полный восторг. Она мне сказала, Аня, ты не представляешь, это был такой груз, который я на себе несла. А сейчас я как будто совсем другой жизнью стала жить. Вот, то есть начните, ну, выйти из зоны комфорта просто, да, начните делать все то, что вы раньше боялись, но нужно было сделать. То есть, да, и избавляйтесь от всего, что вам мешает и держит вас. Я не буду здесь долго останавливаться. На самом деле, вы помните, да, что наш курс «Прибыльная частная практика», он тоже вот об этом, чтобы выходили из зоны комфорта. Поэтому еще вот есть возможность на него записаться, мы вас с Олей там будем выпихивать из комфорта постоянно. Но я буду двигаться дальше. Четвертый пункт – создайте свое сообщество. Создайте группу людей, которая вас будет поддерживать. И прямо сейчас я вам прочитаю четыре вида вот этих людей, которые нас поддерживают. Постарайтесь прямо сейчас записать хотя бы по одному или по два имени тех, кто есть в вашем окружении и кто может относиться к этим категориям. Может быть, это незнакомые вам люди, и может быть, они не находятся рядом с вами, но это могут быть какие-то ваши кумиры, какие-то, ну, знаете, люди, которых вы знаете. Может, они в другой стране, может быть, вы видите их только там на экранах интернета и так далее, но они все равно что-то для вас значат, да. Значит, первая группа людей – это люди верующие, это те, кто верят в вас. Это те, кто вам говорят, я в тебя верю, ты справишься, ты молодец, у тебя все получится. Если у вас есть хотя бы один такой человек, запишите его имя прямо сейчас. Дальше – это группа людей, так называемых доверенных. Доверенные люди – это те, с кем вы можете поделиться своими страхами и сомнениями. Вы можете просто высказать ему свои негативные чувства, вы можете, да, как-то вот, ну, как говорят, излить душу этим людям. Они вас выслушают и скажут вам, я тебя понимаю, я тебя понимаю, я знаю, как тебе сейчас тяжело. Запишите хотя бы одно имя такого доверенного человека. Я надеюсь, что у каждого из вас он есть. Третья группа людей – это так называемые ролевые модели. Вот здесь, возможно, это те люди, с которыми вы лично пока еще не знакомы, но это те люди, которые показывают вам путь. Они как бы вам говорят, если я смог это сделать, то и ты сможешь, я покажу тебе как. И мы, когда на них смотрим, мы начинаем приближаться к тому, куда они уже пришли, и это для нас, ну, служит такой путеводной звездой. Ну, и четвертая группа – это люди-посланники. Это те люди, которые могут вам дать нужный совет, дать нужный ресурс, познакомить с нужным человеком. Может быть, подсказать про какую-то новую вакансию, там, открывшуюся, или что-то еще. Возможно, вы их знаете, а, возможно, вы с ними познакомитесь или знакомитесь на разных мероприятиях, так называемый нетворкинг. Может быть, у вас такие люди уже есть. Как правило, представители второго типа инеограммы становятся самыми лучшими такими посланниками. И есть еще одна группа людей, я вас тоже попрошу сейчас записать одно или два имени, если такие есть. Это так называемые скептики. Мы про них уже сегодня говорили. Это те люди, с которыми, ну, как-то нужно изменить формат общения, если они слишком сильно влияют на вас и на вашу самооценку. Если есть хотя бы одно-два имени скептиков, прямо сейчас подумайте, как бы вы хотели изменить формат общения с этими людьми. И пока вы думаете об именах, я вам сейчас прочитаю еще шесть основных принципов вот этого сообщества. И вообще, ну, вот как к этому относиться. Принцип первый – никто не сделает это за меня, но я не должен делать все в одиночку. Принцип номер два – обращайтесь, просите поддержки, просите помощи, не надо стесняться. Третий принцип – чаще общайтесь с теми людьми, с которыми хотите, а не с теми, с кем вы привыкли общаться. Четвертый принцип – осознайте роль скептиков, уже поговорили об этом. Осознайте также позитивную роль, потому что скептики нам часто подсказывают какие-то подводные камни, которых мы, возможно, не замечали. И они нам помогают улучшить наш план, они помогают нам преодолеть свои страхи и трудности. То есть они нас закаляют и делают нас сильнее. И также они помогают нам понять, где действительно то, что нам не подходит, чтобы мы могли вовремя от этого отказаться. Пятый принцип – следите за тем, что вы говорите. Особенно на людях одно дело говорить о том, к чему вы стремитесь, о чем мечтаете, чего вы хотите достичь. Совсем другое дело – ныть, жаловаться, возмущаться. Иногда открываю ленту Фейсбука и сразу же закрываю, потому что, правда, ну какая-то лавина жалоб, возмущений, критики. И каждый раз задаюсь вопросом, люди, зачем вы это делаете. Но это мое мнение, вы как бы для себя решаете сами. И шестой принцип – уважайте себя и уделяйте себе время. Потому что если вы себя не уважаете, то и другие люди вас уважать не будут, да, так, как это необходимо. И другой момент, когда вы уделяете время самому себе, вы начинаете слышать самого важного человека, который вас поддерживает всегда в любой ситуации, всегда рядом с вами. Я думаю, вы понимаете, что этот человек вы сами. И вы начинаете слышать голос своего внутреннего руководства. У нас есть не только внутренний критик, у нас еще есть внутреннее руководство. Это самый мудрый, самый главный голос, который очень важно научиться слышать. Итак, по поводу создания сообщества пятого шага, я думаю, понятно. Получилось ли у вас записать имена людей, которые могут быть вашей группой поддержки? Каждому из нас она нужна. Если получилось, ставьте лайки, ставьте сердечки. И вы поняли уже, да, что с этими людьми нужно начинать больше общаться, обсуждать с ними в том числе ваши финансовые цели, ваши планы в бизнесе, в карьере. Почему бы нет? Как знать, к чему это вас приведет хорошему. И сейчас последний остался пункт. Тут уже буквально совсем немножечко. Четыре правила простых. Тратьте меньше. И только то, что вы можете себе позволить потратить. Соответственно, после этого больше сберегайте. Инвестируйте мудро. Уже когда сберегли, надо же уже деньги потом увеличивать. И только после всего этого, да, есть возможность четвертого правила. Делитесь щедро. Делитесь на те дела, которые меняют что-то к лучшему, которые имеют какой-то смысл не только для вас, но и для вашего сообщества и, может быть, мира в целом. Мне очень понравилась фраза, которая говорила о том, что богатые работают, чтобы стать богаче, а бедные работают, чтобы не стать еще беднее. Очень классная фраза. Это я к тому, что действительно кто-то умеет меньше тратить, больше сберегать, да, и так далее, увеличивать, а кто-то все, что получает, все тратит. И боится стать еще беднее. Вот сейчас вы можете решить, в какой группе вы хотите находиться. Ну и сейчас последнее упражнение. Запишите ответы на четыре вопросика, которые я сейчас вам буду читать. Опять же, это возможность увидеть что-то еще про себя. Первое, я хотел бы тратить меньше, но. Какое у вас есть но? Я хотел бы тратить меньше, но. Мое но было очень долгое время, знаете, какое но? Ведь все время выходят новые коллекции красивых шмоток. Это катастрофа просто. Потому что, когда я на них смотрю, я не могу удержаться. Мне хочется новое платье, новые туфли. Я хотела бы меньше тратить на одежду, но... Это такое искушение, которому сложно противостоять. Запишите ваше но. Я хотел бы тратить меньше, но. Второй пункт. Я хотел бы сберегать больше, но. Я хотел бы сберегать... Я вообще хотел бы просто сберегать, да, у кого-то и так бывает. Я хотел бы сберегать больше, но. Что вам мешает? Какое ваше но в этом пункте? Дальше. Я хотел бы избавиться от долгов, но. Ну, мне здесь просто. Я хотел бы избавиться от долгов, но у меня их нет. Поэтому, к счастью, с этим пунктом все просто. Но есть люди, у которых это хроническая история с долгами. Поэтому, если это про вас, то запишите ваше но. Я хотел бы избавиться от долгов, но. И последний, четвертый пункт. Я хотел бы инвестировать, но. На самом деле, действительно, может быть, частый ответ здесь, я просто не знаю, как это делать. То есть, что касается, конечно, инвестиций. Инвестиции могут быть разные, да. Это может быть даже инвестиция в собственный бизнес, в свое развитие. Но я не всегда знаю, как это делать правильно. Я хотел бы, но, ну, как бы, да, по какой-то причине просто пока не знаю. Может быть, у вас есть другая причина. Я хотел бы инвестировать, но просто нечего. Или что-то еще. Любое из этих но. Но, если мы ничего с ним не будем делать, это признак нашего сопротивления. И вы уже знаете, да, что сопротивление – это просто результат каких-то неверных решений, которые мы приняли очень давно, и которые мы можем сейчас изменить и переписать. Как вы можете уменьшить ваше сопротивление? Это такой большой и важный вопрос, который вы можете пробовать решать самостоятельно. Я напоминаю, что я, как бы, между делом еще, как коуч, тоже помогаю с этими вопросами работать. Кстати, забыла вам рассказать. В июне у нас будет очень крутая группа. Она будет проходить в Минске вживую по субботам по часа 4-4,5. Будет всего три занятия. Это будет очень крутой курс, посвященный именно денежному коучингу. Это курс, который я приобрела именно целиком. Всю лицензию на этот курс у одной американской очень классной дамы. Вот. Всего три занятия. На них, во-первых, мы будем определять ваши денежные архетипы. И там очень много всяких интересных вещей. То есть, в чем ваши слабости и сильные стороны в отношении с деньгами. Какие потребности вы пытаетесь заполнить с помощью денег. Кому-то нужно больше любви, кому-то больше значимости, кому-то безопасности. Да? И что конкретно у вас. Вот. И там очень много разных упражнений, подсказок, которые помогут изменить именно изнутри. Вот ваши отношения, опять же, к деньгам. И это будет коучинговая группа, не больше 10 человек. Если кому интересно в деталях, вы мне личным сообщением напишите. Я вам пришлю программу, почитайте. Три занятия. Вот я даты прикинула, будут примерно 10-17 июня и 1 июля, скорее всего. Но даты мы еще уточним. Вот. Это так, между делом. Ну и последний совет. Да? Пятый пункт у нас был какой? Уважайте и благодарите деньги. Да? Уважение денег означает в том числе, что мы обучаемся. Принципам вообще денег. Ну, если так можно сказать. И здесь очень важно действительно постоянно узнавать что-то. Повышать свой уровень образованности. Читать какие-то новые книги. Если вы еще не читали, очень рекомендую. Одна из последних книг, от которой я в полном восторге, называется «Думай как миллионер». Автор Харф Эйкер. Очень интересный мужчина, сам по себе харизматичный. Кто-то мне сказал на днях, ой, такое банальное название книги. Действительно, книга звучит очень банально «Думай как миллионер», но на самом деле в ней очень много ценных мыслей, которые ведут к дальнейшим размышлениям. По крайней мере, меня привели. Очень много было инсайтов, очень много было полезных таких для меня осознаний. Поэтому, если вы ее еще не читали, почитайте. А вообще, возьмите за правило каждую неделю читать хотя бы что-то, связанное с темой денег, финансов и вообще процветания во всех смыслах этого слова. Пять принципов. Быстренько вам их еще раз зачитываю. Начните себе говорить правду по поводу денег и финансов в вашей жизни. Внешнюю и внутреннюю. Примите решение, наконец-то, начать зарабатывать больше. Третий принцип. Начните выходить из зоны комфорта. Делайте то, что вы боялись делать, но знайте, что должны. Четвертое. Создайте вокруг себя сообщество, свою группу поддержки, тех людей, которые вам помогают. И пятый принцип. Уважайте и благодарите деньги. Деньги – это энергия. Если мы туда посылаем свою любовь, если мы посылаем туда свое уважение, если мы посылаем туда свои самые позитивные намерения, то они всегда отвечают нам взаимностью. В отличие от некоторых людей, да? Ну вот, на этом, пожалуй, все. Сегодняшний эфир завершается. Спасибо, что были со мной. Спасибо, что смотрите в записи. Обязательно попытаюсь в следующую пятницу провести еще раз прямой эфир, если будет хороший интернет. Вот. Ну и в любом случае, я всегда рада общению с вами. Пишите комментарии, ставьте лайки и все такое. Все. Всем удачи. Пока. Хорошего вечера. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...